Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. 90% обращений выполняется. Спикер парламента Александр Иванов сегодня в Черкесске провел прием граждан. Дорогой добра в Карачаевске открылся реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Приставы детям в управлении Федеральной службы судебных приставов заступила социально-информационную кампанию. Сиреневый салон вновь распахнул свои двери для любителей поэзии, авторской песни и просто творческих людей. Сегодня спикер парламента Карачаево-Черкесия, руководитель регионального отделения политической партии «Единая Россия» Александр Иванов провел прием граждан в общественной приемной партии. Обратились жильцы дома номер 73 по улице Советской Черкесской с просьбой установить детскую площадку. Это было уже не первое обращение жильцов, поэтому вопрос находится в стадии проработки на контроле у спикера. По обращению депутатов «Единой России» в бюджете республики были предусмотрены средства на строительство. Предшедшим на прием показали уже готовый проект игровой зоны. Александр Иванов сообщил, что строительство площадки начнется в ближайшее время. Женщины попросили сделать освещение игровой зоны. Спикер дал поручение предусмотреть этот и еще несколько аспектов при строительстве. Комментируя работу общественной приемной партии, ее руководитель, депутат Народного собрания Марат Хубиев, сообщил, что положительно решаются около 90% всех обращений. Международный день защиты детей в Карачаевске состоялось торжественное открытие реабилитационного центра «Дорогою добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь созданы все условия для занятий с детьми, за которыми требуется постоянный уход. На открытии центра побывала наша съемочная группа, рассказывает Мурад Женкезов. В новом центре будет предоставляться весь спектр мероприятий, необходимых для детей с ограниченными возможностями здоровья. Главная задача – интеграция в общество особенных детей. С ними будут работать массажисты, логопеды и психологи. Юные посетители смогут воспользоваться услугами педиатра, невропатолога и окулиста. Оборудована сенсорная комната, где применяется метод релаксации путем света, цвета, звука и аромотерапевтического воздействия. На торжественном открытии было сказано много добрых, теплых слов и пожеланий. Спасибо тем, кто это сделал, особенно той, которая организовала Мадине Канаматовой, родителям, которые участвовали в этом деле, спонсорам, которые им помогли. Дело очень хорошее и нужное. Мы со своей стороны будем помогать и поддерживать вот это движение, чтобы оно не угасло, чтобы и родители, и дети были довольны этим заведением и выросли ко всеобщей радости здоровыми, хорошими членами нашего общества. Мэр Карачаевска пообещал, что власти города и в дальнейшем будут поддерживать работу центра, не останется в стороне и Министерства труда и социального развития республики. Мы получили градовую поддержку и сейчас закупаются технические средства реабилитации, которые мы можем давать на прокат, на временное пользование. Пусть наши дети все будут счастливы и здоровы, а мы, взрослые, будем прикладывать максимум усилий, чтобы сделать вашу жизнь лучше, красивее, счастливее. Выступившие отметили, что именно по инициативе директора центра Мадины Кономатовой десятки мальчиков и девочек получат постоянную бесплатную помощь и поддержку, ведь это особенные дети и требуют к себе самого пристального внимания. Надежда умирает последней, а мы с вами должны надеяться, еще раз надеяться. Все будет хорошо, главное идти по жизни с высоко поднятой головой. Поверьте, говорю это как человек, который на себе ощутил это очень многие-многие годы. И это, ну если это Богом нам дано, значит как бы мы тоже особенные и дети наши тоже особенные. Торжественная церемония прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. Дети весело проводили время с аниматорами, которые играли с ними, танцевали, участвовали в различных конкурсах. Свою благодарность тем, кто остался неравнодушным к нуждам детей с ограниченными возможностями, выразили и их родители. Раньше мы ездили в Росинку, там тоже очень хорошие условия, конечно, были для нас, но это, ездить было очень трудно с детьми. И то, что здесь открыли этот центр, это, конечно, не только для нас, для мамочек это трудно, это же для детей. Мы ездили вот в Черкесский реабилитационный центр уже 8, ну 6-7 лет туда даже ездили. Очень мы рады, что наши дети не будут мучаться, что ездят туда недалеко. И даже вот слов нету радости, что вот нашим деткам открылась такая возможность. В центре «Дорога и добра» работают 15 специалистов. Здесь будет осуществляться весь спектр услуг для адаптации детей с ограниченными возможностями, которых в Карачаевском городском округе насчитывается около 280 человек. Ура Центюзов, Рашид Тока, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 472 человека. Из них 20 122 выздоровели, 122 человека госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии запустило оставшую уже традиционную социально-информационную кампанию «Приставы дети». Какие вопросы призваны решать данная акция и кому уже пора серьезно задуматься над столь злободневной темой в материале Ахмата Халкечева. В рамках мероприятий приставов будут вести разъяснительную работу по положениям действующего законодательства и мерах воздействия на должников. В текущем году отмечается положительная тенденция по взысканию алиментов. По сравнению с прошлым годом на 111 снизилось количество граждан, не желающих добровольно выполнять свои родительские обязанности. Тем не менее, общая сумма, взысканная в пользу детей, составила более 15 миллионов рублей. А это, в свою очередь, больше на 7 миллионов, чем в прошлом году. Также в соответствии со статьей 65 Федерального закона об исповестном производстве, 103 должника по алиментным платежам объявлены в розыск. В рамках 361 исполнительного производства обращено взыскание на денежные средства должников, находящихся в банке или иной кредитной организации. В рамках 104 исполнительных производств наложены запреты на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должников. Ну а к тем, кому, как им кажется, в материально-финансовом плане ничего терять, могут быть применены еще более действенные меры. Так, в текущем году из-за задолженности перед своими детьми 150 нерадивых родителей лишились права управлять автотранспортом, а 799 человек ограничено в праве выезда за пределы России. Но и это далеко не крайние меры, которые может на себе ощутить должник. После того, как должник привлечен к административной ответственности, он продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то к нему применяются уже меры уголовного воздействия по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. По итогам четырех месяцев текущего года привлечено к уголовной ответственности 65 должников по алиментам-платежам, которые два и более месяцев уклонялись без уважительных причин от уплаты алиментов. Самая незавидная участь ждет тех, кого не пугает ни административная, ни уголовная ответственность. Если в течение года не удается установить местонахождение должника, то по решению суда его могут даже признать без вести пропавшим. И это дает взыскателю возможность оформить социальные выплаты, как по потере кормильца. Ну а банкроту во всех отношениях будет крайне нелегко восстановиться в правовом поле. Ахмар Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Международный день защиты детей сотрудники управления наркоконтроля совместно с председателем общественного совета ПримвД посетили реабилитационный центр «Надежда». В качестве подарка гости передали воспитанникам центра спортивных инвентарь. В беседе воспитанники центра «Наперебой» рассказывали гостям о своих успехах в учебе, о том, с какими оценками окончили учебный год и как планируют провести летние каникулы. Руководитель реабилитационного центра «Надежда» Мурат Идиев признался, что дети всегда очень ждут своих друзей в погонах, и каждая встреча надолго остается в их памяти. Гости поздравили ребят с окончанием учебного года, пожелали им осуществления заветных желаний, интересного летнего отдыха, насыщенного яркими впечатлениями. Поэты, барды и просто творческая интеллигенция собрались в сиреневом салоне Шахрезы Богатырьева. Число участников с каждым разом растет. Об атмосфере дружбы и радости расскажет наш корреспондент Корча Биджеев. Уже более двух лет творческая интеллигенция республики собирается в сиреневом салоне Шахрезы Богатырьевой. На вопрос, как создавался сам клуб и какова его идея, поэтесса отвечает, что иначе быть не могло. Я выпускница литературного института, все время находящаяся в этой среде, без которой я не могу существовать. Как оперный певец не может существовать без классической музыки. Мне нужен был этот оазис, в котором поэты, барды, музыканты чувствовали бы себя комфортно. Сиреневый салон был еще задуман как объединение. Не просто свобода мыслящих людей. Мы ищем точки и пути объединения. Слово и музыка – это всегда были объединяющие человека факторы. То есть мы никогда не ставим границ, которые человечество ставит. Религиозные, политические, национальные, социальные. У нас нет вот таких развлечений. Цвет глаз, волос, расы и так далее. Музыка, поэзия, хорошее настроение и наш открытый, доброжелательный посыл миру. В салоне собрались поэты, которые участвовали в нем с самого его основания. Это бард-лингвист Беляль Хасроков, автор-исполнитель Сергей Зацепилин и Мира Михайлова, член Союза писателей России. Творческое объединение не только для нашего личного общения. Каждому творческому человеку необходимо соприкасаться с искусством, дарить искры, эмоции другим, поделилась поэтесса. Мы еще стараемся привлекать молодежь, искать талантливых молодых людей, помогать им найти себя в творчестве. Потому что для многих необходим этот какой-то, пусть небольшой толчок, для того, чтобы найти свою дорогу на творческом поприще. Я считаю, что это очень важно. На встречу участвовали не только представители клуба, но и приглашенные друзья, которые могли поделиться поэзией. И в этой атмосфере они чувствуют себя по-домашнему своими. Кемал Быттаев, депутат Народного собрания, был одним из таких гостей. Клуб должен расширяться, больше людей должны приобщаться к культуре, исполнять искусство, создаваемое ими. Здесь авторы обмениваются эмоциями. Приходят просто, которые хотят прикоснуться, провести время в этой атмосфере. Вот эта атмосфера, она прекрасна. Я думаю, что клуб имеет свое будущее. Клуб имеет связь для того, чтобы выйти даже вне Карачаева-Черкесии, навести мосты с такими же творческими объединениями, которые есть в соседних республиках, даже в соседних странах. Ведь для творческой интеллигенции, я думаю, нет никаких границ. Искусство объединяет людей. Сиреневый салон – это микс творческих идей. Интеллигенция, создающая культурный фундамент. Харча Биджеев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «По разным берегам». «По разным берегам».